Набережная возле Дельфинария опять в центре событий. Николай Ильченко 4 июля заявил, что после того, как здесь погиб человек, мэрия приняла решение запретить купание на Лонжероне в районе набережной. Однако Алексей Костусев на своей странице в фейсбуке уже 6 июля сообщил, что купаться там будем. Впрочем, одесситы не особо верят заявлениям мэра. Сама же набережная действительно красивая, и чтобы она от такой оставалась, отдыхающим необходимо вести себя по-человечески, к чему и призывает администрация Дельфинария. После нескольких случаев на новой набережной в Лонжероне в мэрии поставили под сомнение безопасность ее эксплуатации. Николай Ильченко на брифинге 4 июля заявил, что этот пляж не предусмотрен для купания, поэтому он будет закрыт. Причем аргументы у первого вице-мэра были обоснованные. Во-первых, у этого пляжа нет паспорта. Тут отсутствует спасательный пост. Многочисленная охрана Дельфинария всего лишь охрана, а не спасатели, прошедшие соответствующее обучение. Впрочем, Алексею Алексеевичу на мэра безопасности начхать. Уже 6 июля в фейсбуке он заявил, купаться на набережной Лонжерона будем. А одесситы уверены, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На открытии мэр обещал, что все будет бесплатно. Вот с набережной просто прийти скупаться просто не дают, невозможно. Охранники не пускают. Я не знаю, где же тогда этот подарок жителям города. Говорят, что и поговаривают, что и эта набережная тоже будет за деньги. Да, вы понимаете, тоже будут топчаны и тоже будет платно. Так как же расходятся слова с делом? Одной рукой дают и двумя собирают. Зачем? Мало им. Впрочем, деньги деньгами, а безопасность все-таки важнее. Жертвами некачественного ограждения уже стал не один человек. Это бутафорская. Если невозможно сюда просто руку вот так вот положить. Например, говорят, не прикасайтесь. То, что не прикасайтесь. То, что она развалится? Ну, как это можно бутафорию эту сделать? Вы меня извините. Следует отдать должное. Набережная действительно красива. Пожалуй, это лучший пляж на всем побережье Одессы. Хорошо сделано, в общем. Много недоделок. И поэтому теряется все тут немножко. Вот тут приезжают люди, им нравится. Сначала нравится, а потом начинают говорить и то не так, и то не так, и то не так. Но опять же, если бы не эта ложка дегтя, то можно было смело сказать спасибо тем, кто эту набережную строил. Да и ограждение, может быть, и выполняло свою функцию, если бы люди вели себя по-человечески. Впрочем, об этом и просит администрация Дельфинария. А одесситов на сегодня волнует вопрос доступности на этот пляж. И похоже, что с этим не все чисто. Увы, Костусев, как гарант того, что набережная останется бесплатной, не состоялся. Как говорится, с любовью к Одессе. Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг». Руслан Акаев, телекомпания «Круг» Вадим Тютюкин, Руслан Акаев, телекомпания «Круг».